Хоккеисты ЦСК ВВС начинают новую страницу своей истории прямо посреди сезона. Команда возвращается в легендарный и обновленный дворец спорта. На лёд игроки выходят под руководством нового наставника Юрия Мардвинцева, который сменил на этом посту Андрея Кирзяшева. Из первых минут матча со звездой эти новые события лётчики хотели закрепить победой. Уже на третьей минуте Самарса открыли счёт в матче, но к концу первого периода гости смогли сдержать на порции ЦСК ВВС и сравняли счёт. После этого инициатива матча перешла к гостям. Хозяева стали часто удаляться и москвичи четырежды воспользовались численным преимуществом. Итоговый счёт 1-5 в пользу звезды. Следующий соперник ЦСК ВВС был не из простых. Действующий чемпион ВХЛ Югра, который накануне уступили в Тольятти-Ладе. И с самого начала были настроены на победу и обрушили целый град атак на самарцев. Но лётчиков спасал голкипер Владислав Акаряк. Воодушевлённые волжане открыли счёт в матче, но перед перерывом вновь пропустили. Весёлый хоккей, много заброшенных голов. То, что разные периоды, можно так сказать. Хороший первый период, 13 опасных моментов за период. Здорово сыграл вратарь соперника. А затем самарцы едва не сотворили сенсацию. Второй период начался с двух заброшенных шайб лётчиками. Хантамансийцы от этого удара оправились и вновь начали наседать на ворота хозяев. Одну шайбу удалось отыграть, но ЦСК ВВС усилиями Кирилла Овчинникова вернули перевес в две шайбы. В третьем периоде самарцы только отбивались, чтобы сохранить победный счёт. Но удержать мощное нападение Югры сил не хватило. Гости дважды реализовали большинство и ещё раз отличились в равных составах. Итог 4-5. Досадное поражение волжан. Выздоровели наши, кто болеет. Выйдут пара травмированных. Ну, ещё, наверное, кто-то добавится. И тихонечко, когда мы начнём играть в полном составе, уже ситуация будет полегче. Силёнок будет у ребят просто побольше. ЦСК ВВС продолжают занимать последнее место в турнирной таблице. Немного исправить это положение и одержать первую победу в новом дворце спорта лётчики постараются в матче с Тюменским Рубином. Встреча состоится 15 декабря в 13 часов.